у них одинаковые ответы 2 это что такое получилось 2 2 это сдачи правильно а теперь он сдачу сложил с тем что у него было правильно и получилось сколько у него осталось всего монет 4 понятно кто из них правильный тел юля или слава слава про натер посчитай как юля считал ничего это она посчитала 5-2 кто из них прав никитуль они оба права ответ одинаковый просто этот сначала сложил монетки а этот сначала на одном они купил а потом слава вопрос по нуху на оба нику права чтобы они ели у нас запрет на его машине степа плюнул какую-то штучку ему не понравилось там плюнул на машину потом какие-то мокрые руки на нас и у них вот это отпечатки мамочка я пойду переоденусь и принесу кубочку не только переделись сразу к школе в общем всем доброе утречка я сейчас завтракал никита уже позавтракал с утра делал уроки вчера не доделал ну сегодня нам к десяти сорока поэтому можно с утра сделать у меня что-то какая-то беда с глазом смотрите что у меня на глазу не знаю то ли меня продуло то ли но я не ударялась ничего такого не было то есть я считаю что это либо какая-нибудь простуда скачила либо продуло глаз красный и он болит со вчерашнего вечера прям моргать больно я сегодня закапывала левую медицину не знаю поможет не поможет в общем неприятность какая-то у меня я не плакала ничего такого не было чтобы я там глаза терла такого ничего нет просто ни с того ни сего к вечеру вот вчера глаз покраснел вот так в общем я сейчас сделал уроки говорит я сейчас переоденусь мама давай поиграем в кубички давай поиграем в кубички ему так понравилась вчера эта игра но то сегодня с утра он встал и первым днем хочет мне поиграть так что я сейчас позавтракаю я кстати завтракаю в мюсли с шоколадными шариками не шариками а вот этими колечками в общем сейчас будем играть в кубички один раз сыграем и повезу его уже в школу у нас сегодня в волгограде замечательная погода днем будет 19 градусов просто вообще шикарно сейчас с утра было 10 но прям быстро поднимается я повезу никиту естественно на самокате мне очень нравится ездить на самокате и знаете даже когда мы опаздываем и сергей приходится возить никиту в школу на машине я даже расстраиваюсь что я не смогла я в этот раз его повезти на самокате очень нравится просто самой ездить на этом самокате но так как я понимаю что просто так выехать покататься на самокате я не могу мне просто на это нет времени поэтому такие моменты когда мне нужно кому-то куда-то везти я в любой момент стараюсь взять самокат например даже за за детьми в сад когда я еду я еду на самокате мне очень нравится я прям и время экономлю и знаете никогда бы не подумала что мне понравится просто ехать и наслаждаться вот этим потоком воздуха вокруг все быстро мелькает я прям кайфую очень мне нравится сергей раньше да я папе сказала положите в коробку с настольными играми я достану сейчас ты одевайся я достану сергей раньше ездил на велосипеде катался ему так это всегда нравилось если думаю чего интересно я тоже ним каталась но когда двоем это как-то интересно потому что вдвоем а он любил и один кататься и просто по катушке вот делать и с компанией ну чё интересного вот так вот ездить просто так теперь я понимаю видать я такое же чувство испытала когда едет на самокате вокруг просто ветер наслаждаешься едешь как как будто какая-то свобода даже не могу описать словами даже вот когда одна еду даже одной мне больше нравится чем когда с кем-то но никитка тоже классно ездит на самокате я с ним хорошо тоже я вот это мне повезет повезло я тоже кладу туканчик ты пожалеешь теперь я выпускаю большую ставить и кладу две карты сюда не одинаковых не осталось каждую карту я выйду а тебе нашли я хожу вот сюда птичкина уткина и стаи у меня нету ставить это кнопка нету я хотел ару вот ару забрать у меня не было ары и утки хорошо что самом начале не хватило хорошо продуманная игра потому что все время вот прям друг другом участники идут нет такого что некоторые там сильно проигрывает вот все время идет примерно одинаковое количество очков у всех интересных 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 что еще раз хватит да давай это мешать миша а это будет уже это я буду мешать хорошо сережка вот такие вот ступенечки тут построил чтобы удобнее было никит поверни сначала ага молодец выбрался в общем теперь такие у нас ступенечки тут стоят для лапы он там деревяшечки пока положил потом говорит будку тут тоже сделать в общем выезжаем мы я на самокончике в общем у нас асфальт до конца положили вот там еще в начале улицы тоже докладывают сосед вышел он там дедушка говорит у нас теперь тут свой ракетодром я говорю точно тебя гоняет тут все вообще Никита уже залез поехала когда привет 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 Лапулечка. Привет, Лапа. Как дела? Как дела? Ждёшь? Кого ждёшь? Давай глазик тебе почищу. Всё? Всё хорошо у тебя? Всё хорошо? Давай второй глазик почищу. Чё там папка делает? Я слышу, чё-то шумит. Сверлить, что ли? Чуть лежишь, всегда сидишь, лап не даёшь. Спасибо. Представляете, сейчас разгружала посудомойку вот эту большую чашку судакала и увидела, что мне вот эта маленькая разбита. Чуть так обидно вообще стало. При том, что я её не била и я просто случайно сейчас заметила это. Может быть, я когда её доставала, эту большую, она как-то коцнулась вообще. И даже не знаю, выкидывать или нет. Знаете, на ощупь эта трещина даже не видно и не чувствуется. Но если она вдруг ещё ударится, то она явно и расколется. Опасно всё-таки. Не знаю, вы выкидываете такие чашки или не выкидываете? В общем, я пока оставлю. То есть вот тут её вообще не чувствуется эта трещина абсолютно. Но её просто видно. Тут очень толстое стекло. Это чашки, которые для микроволновки. Их можно в морозилку класть. Такие классные. Вот у меня рыжечки от них. Я в них продукты в холодильнике храню. Вот так. Ну ладно, пусть пока так будет. А я, значит, пока сейчас посудомойку разбирала, Сергей заходит и говорит, Настя, у тебя там урожай кукурузы поспела. Иди посмотри. Сейчас пойду посмотрю. Слушайте, на улице кажется теплее, чем дома. Очень тепло на улице. Ага, вон початка торчит. Маленький. Кукурузка, видите, маленькая. Маленькая, маленькая. А тут нет, кстати, большой. Вот распустилась. А самого початка нет. А вот тут початка торчит. Мини. Я Никитке всё говорила. Никита, если хочешь кукурузы, надо поливать, поливать. Я сама не выхожу, не поливаю, ничего это не делаю. В итоге вот что вышло. Но сейчас очень тепло. Если поливать, может быть, даже ещё какая-нибудь созреет. Попрыгончик заберу. Лейка, груша тут. Чё только нет. Серёжка скашивает помидоры. Скашивает. Косит помидоры. Это хорошее, Серёж, ты делаешь. Я только говорила позавчера во влоге, что нужно это всё срубать. А то так и будет всю зиму у нас помидоры тут расти. Нам нужно, да, сюда будет завозить новую землю. И сюда завозить. И вот сюда завозить новую землю. Папа посадил. Ну, да. Он доволен хоть урожаем паптой? Как ты думаешь? Нет, не очень. Или его доволен? Он был. Весь урожай был просто когда мы уезжали. Он его сам же собирал. Нам оставил даже, когда мы приехали. Помнишь, тут были помидорчики? Серёж, кинь вон тот синий мячик. А вот сзади тебя маленький. А кто хвостом сам завилял? Кто хвостом завилял? Твой мячик, твой. А вот лейка моя. Лейку я у тебя заберу. Вот и сожрёшь. Не замечешь. Отдай. Отдуй. Сейчас будешь ловить. Слушайте, жара на улице. Реально как будто, не знаю, лето пришло. Серёж, я в футболке, мне жарко. А ты в кофте. Обычно, наоборот, ты в шортах выходишь. Мне тебе всё хочется одеть, а теперь раздеть хочется. Серёж, ты и кукурузу только не поли, пусть ещё немножко порастёт. Ну, вот тут, вот тут уже вырастет какой-нибудь початок. Вон там, выишь, растёт. Оттябрь месяц. Какой пчёл вырастет? Число у нас нету. Всё. Сегодня последний солнечный день. Последний солнечный день? Да. Ну, ничего. Поэтому надо на улице сделать всё. Всё, сегодня последний солнечный... Последний. Сегодня последний солнечный день, поэтому Сергей решил по максимуму на улице сделать всё, что нужно. Серёж, мама спрашивает, что мы будем делать виноградом. Укрывать будем или не будем? Укрывать не будем, обрезать будем, чтобы у нас ничего не было. Ага. Я вот ещё нашла тапок. Я его искала, Никите. Ты её так не вытащи, она же там приварена, стоит с другой стороны. Когда я Сергею говорю, что он что-то не сделает, он всегда пытается делать до последнего. Окей. Я тебе говорю, ты её не вытащишь, она там приварена и вкопанная. И нитки со всех сторон. Ты думаешь, что тут один шнурок, там везде эти шнурки? Ладно. Я пошла, в общем, вышивать, готовить, блок монтировать. Ну-ка, что надо делать? Серёжку тут оставляю работать. А мы, значит, вчера получили вот эти вот штрих-коды, чтобы оплатить наш долг за прошлую квартиру. Хотя мы даже не знали, что он у нас есть. Ну, в общем, суть не в этом. Сергей говорит, Настя, оплати. Я говорю, ну, потом приду, оплачу. И, в общем, пока я ходила, он сам оплатил, а мне об этом не сказал. А я вечером тоже оплатила. В итоге у нас там переплата теперь. И за горячее водоснабжение, и за вывоз мусора переплата вот в такую сумму. Вот такие вот дела. То был долг теперь. Перестарались. И самое интересное, что это переплата на ту старую квартиру, но она именно на мой лицевый счёт, который тогда был. А у новых владельцев, у них свой лицевой счёт. То есть, она даже в счёт их не пойдёт. Обидно. То есть, мы вроде как бы переплатили, но никуда. Это никому не пойдёт. Ни им, ни нам нельзя вернуть. Ну, можно вернуть. Это надо писать заявление письменное, прикладывать квитанции. Это надо отправлять на почту им идти. Ну, то есть, лично заявлением отдать, а не какое-то электронное. Наверное, мы не будем ради 121 рубля со всем этим заморачиваться. Хотя, выходит 200 рублей. Но не будем совсем этим заморачиваться, потому что это долго. Я там сейчас рисовала дизайн. Много, кстати, нарисовала за сегодня. Я прям с собой горжусь. Четыре дизайна сейчас нарисовала. Буду вышивать, как оплатят. В общем, мне позвонил курьер, говорит, идите посылку примените. Подъехал курьер. Я думала, это я конструктор Никите заказала. Думала, конструктор приехал. А мне приехал очередь. Робот-пылесос новый, представляете? Я вообще в шоке. Это мне прислали на обзор. Я буду его тестировать, потом вам буду рассказывать о нем. Вот такой дебут. Так что, будет у меня теперь два робота, два помощника. Буду сравнивать. Ой, вышло тут. А все же, смотрите, как хорошо все сделала уже. Все, помидоров больше нет. Осталась одна кукурузка. Лапка тут гуляет. Когда Сергей здесь по участку что-то делает, он лапку всегда отпускает. А она с ним гуляет всегда. Не зря же она сожрала две мои подушки, раскопала под батутом четыре ямы. В общем, она хулиганка еще та. Ты хулиганка, ты знаешь? Вот. Да ладно уж. Не примазывайся. Облизывает меня. А что машинка в костре? Или это только кузов? Кузов машинки. Вот так. В общем, такие вот дела. Посылку получил. Пойду дальше рисовать. Мне еще надо нарисовать пару дизайнов и вышить один. Сейчас уже один оплатили мне. Ай, лапа. Больно, блин. Она бежала, ударилась мне зубами об руку. Ну, в общем, укусила, но случайно. Просто ударилась. Фу. У тебя зуб, знаешь, какие большие уже? Угу. Лиже от меня и все тут. Хоть ходи с поднятыми руками. Иди папе помогай, а я пойду вышивать. Гляньте, открыла коробку. Вот такой робот-пылесос. Это Deboot Osmo T8. Очень хочется его, если честно, уже опробовать. Прям хоть сейчас доставай и заряжай. Но я, наверное, так и сделаю. Сейчас достану его, начну заряжать. Но обзор, наверное, не буду снимать сегодня-завтра. Я сначала им попользуюсь, а потом вам сниму обзор, чтобы уж быть объективной. Вы знаете, в последнее время, когда пишут какие-то рекламодатели с предложением что-то взять на обзор, у меня одно условие. Я говорю, единственное условие у меня есть, то, что я зрителям буду говорить, что это на обзор прислали. Потому что мне зрители почему-то, ну, очень по-разному относятся, когда я говорю, что сама купила, или когда я говорю, что на обзор. Но дело в том, что я что сама покупаю, что на обзор что-то рассказываю, что мне прислали. Я абсолютно одинаково к вещам отношусь. Но почему-то люди считают, что если на обзор прислали, то я должна обязательно нахваливать. Нет, такого у меня нет. Если мне присылали на обзор, я вот так и говорю, на обзор. Я, честно говорю, недостатки, честно говорю, достоинства. Роботом-пылесосом я пользуюсь практически ежедневно. Когда мне предложили робот-пылесос, я говорю, конечно, давайте, присылайте, потому что мне он точно нужен. У меня два этажа, мне, если запускать робот-пылесос, вообще хорошо бы, если бы я этот на второй этаж поставила, и он бы там стоял, у меня все пылесосил. В общем, буду пробовать, потом вам скажу отзыв. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Небо такое красивое. Я вот каждый раз тут стою, тут такого много, я прям любуюсь видом. Играет музыка. Я вот эту футболочку вышиваю. У меня была точно такая же у Миши на первый годик. Мне она очень нравилась. Только у Миши еще была с обратной стороны на футболке метрика. Поэтому я ее сейчас не могу никакому Мише подарить, потому что там метрика. Но она у нас как память осталась. Вот точно такая же сейчас будет медвежонок. Здесь мишка Тедди. Симпатичный такой. Мне очень нравятся вот эти все мишки Тедди. Они классно на футболках смотрятся. У меня их очень много разных. Но вот этот очень милый. Для мальчика подходит. Вот эти вот черненькие. Это прям мои любимые стишки. После того, как черным проходит машинка, все получается. Уже готовый рисунок. Уже видны и глазки, и все остальное. Прям в жизнь рисунок добавляется. Я бы уже говорила об этом. Прям обожаю тогда черное. Я зуб в последний момент. Этот очень-очень всегда. Гляньте, вышла на улицу сейчас. Тут другая кукурузка. И тоже вот почеток, видите, маленький торчит. Одна. Она у нас была сломанная. Ну, вот так пополам согнутая. Я думала, она не вырастет даже. Да нет, вон прорезался. Может и вырастет чуть-чуть. За пару дней. Бабушка Лида пришла. Хочет помочь нам виноград обрезать. Вообще, бабушка Лида Никитку просто провела из школы. Ты чего хочешь от меня? А? Сиди. Я тебе ничего не принесла. Что ее отпустили. Ага, конечно. Ну, ты же ненадежный или нет? Ненадежный. Сейчас Сергей тебя привяжет. Пока его тут нет, лучше на цепи сиди. А то бабушка Лида сейчас зашла, она опять чуть не убежала. Ну, мы же не знаем. Если бы бабушки Лида не было в косточках вкусных, она бы убежала. Конечно, накинулась за косточкой сразу. Я закрыла, конечно. Вот, лучше свои мячики грызи. Настя не разрешила обрезать ради с высоты зелени. Вот это. Надо же было их летом формировать, чтобы была армаза. Вот это надо было обрезать. Пусть будет красиво. Пусть красиво будет, да, я говорила. За счет этого все уходило в листья, а теперь лозы будут тонкие. Ну, ничего страшного. В следующем году вырастут потолще. Если лозы не жутят. Если вы сбережетесь... Никит, смотри, говорю, кукурузка вот. Я знаю, знаю. Вот, кукурузка, видишь, маленькая? Да, я видел. И вот там будет кукурузка небольшая. И пошли, вон там покажу тебе. Ты же там не видел? Ты тебя видел, а вот эту не видел. Одну. Смотри. Вот. Видишь, вот этот маленький? Это початок. Внутри него зреет кукурузка. Ты ближайшие три дня ее поливай, пока холода не настали. Может быть, он побольше вырастет и будет у тебя кукурузка твоя собственная. Вон лапа, какие ямы под батутом вырыла. Вот одна яма, вон вторая, вон три. Ох, лапка испугала меня. В общем, вон сколько ям. Она почему-то там их копает, копает. Вон, четыре или пять ям вырыла со всех сторон. Чего она их копает? Говорят, кто-то предположил в комментариях, что она их выкопала, потому что ей не хватает кальция, и она ищет там еду или кости, или что-то еще. Я не знаю, вообще, может быть такое или нет. Ты знаешь, сколько занос в попу бывает? Ты лавку хочешь делать? Нет. Самостоятельно? Говорю это. Она говорит, потом попой отшлифуем. Не-не, слишком много занос. Надо же, да. Ну, у тебя есть шлифмашинка, чуть пройдет, и все. Да, да. Ну, гвозди уже не придут, идут. Ну, гвозди ничего страшного, они сверху шлифуют. Она же просто трет, и все. А гвозди даже он вбил чуть глубже. Так что нормально. Ну, вообще, машина припускалась. Когда-нибудь будет. А ну, да, пожалуйста, ты сюда, ты, 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 ты. Никита пришел из школы, попросил отварить ему вареники с картошкой. У нас тут запас, это из Ермолина, вареников. Водичку уже поставила. Кстати, пельмени вот у нас лежат в морозилке. Это я заказывала в самокате. Они нам не очень понравились, поэтому мы их особо и не едим. Вот я не знаю, лежат, да, случаи, когда у нас вообще есть ничего, наверное, не будет. Тогда мы их все едим. Хотя они довольно дорогие. Это Миратошка, Блэк Ангус, это пельмени из мраморной говядины. В общем, не понравились нам. Сегодня у Никиты вообще должна была быть робототехника, и бабушка должна была из школы его туда отвезти. Но робототехнику отменили, поэтому бабушка Никиту привела домой. И поэтому вот она решила, говорит, пока погода хорошая, вам быстренько виноград обрежу. Я говорю, ну, обрезайте. Я просто не знаю, как это делать. В прошлом году она нам показывала, но она тоже сама обрезала в прошлом году. И потом мы все это укрывали. Но когда мы взяли лапу-лапу, все укрытие, вот этот вот целлофановый пакет разгрызла, все раскидала. Поэтому бабушка говорит, что у нас в этом году не было винограда, потому что лапа винограда, в общем. И в этот раз мы решили не укрывать вообще виноград, потому что до этого, сколько вот строили дом этот, наверное, года два, виноград этот не укрывали. И когда мы его купили, здесь был просто шикарный урожай винограда в прошлом году. Поэтому мы решили Сергеем, ну, вернее, Сергей решил, я как-то особо тоже, знаете, к этому не отношусь. Мне все равно, что там делают, обрезают, не обрезают. В общем, Сергей решил, что в этом году не будем укрывать виноград, пусть лучше так будет. Надеемся, что морозов сильных не будет, и что он, в общем, вырастет, прорастет и будет красивым. Ну, вот этот виноград в уходе, да, стоял года три, вообще не укрытый ничем, и ничего, он не померз и урожай давал. Может быть, и в этом году нам повезет, и он в следующем году даст урожай, потому что виноград был очень-очень вкусный. Особенно вот тот, который со стороны гаража. Вот этот мы пробовали, он какой-то белый, что-то типа на киш-миш похоже. А с той стороны он большой, такой фиолетовый, крупный, очень вкусный, похож на дамские пальчики. Ну, короче, очень вкусный виноград был. И я очень надеюсь, что в следующем году он прорастет. Не знаю, что для этого нужно. Бабушка говорила, что надо укрывать, что за этим следить, что тогда будет виноград. Но раз у нас его нет, то, в общем, виновата лапа. Теперь не знаю, кто виноват. В этом году, наверное, вообще укрывать не будем. И тогда, может быть, в следующем году опять не будет винограда. Но, если честно, виноград хочется, но ухаживать за ним не хочется. Это я говорю, из меня дачница никакая. Я максимум, что могу делать, это вот комнатные цветы пересаживать. И всё. Для меня вот это всё ухаживание, это просто какой-то ужас. Я, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мне будет настолько скучно, что я буду за всем этим делом ухаживать. И радоваться то, что у меня урожайчик есть. Ну, я не знаю, когда это случится. Может быть, случится, а может быть, нет. Иногда вот мне проще всё-таки. Сейчас захотела виноград, я пошла, заказала его. Или купила, его привезли, и я его съела. Причём вот это вот всё стричь, обрубать, накрывать. А потом думать, куда его деть, если его так много. Ну, в общем, не дачница я. Я не дачница. Я вот цветочки люблю. Вот таких розочек я бы, наверное, посадила бы и сама, может быть. Чтоб они меня радовали. Я бы за ними ухаживала даже, наверное. Розочки мне очень нравятся. Да вообще любые цветы мне очень нравятся. Это всё та роза стоит, представляете, с воскресенья, да. Сегодня уже пятница, она вот такая вот свеженькая. Я тут решила замариновать ножки куриные. Буду вечером делать их в тесте слоёном. Просто оберну тестом слоёном. Как статистка в тесте, только ножки у нас в тесте. Мы с Сергеем очень любим. А Никитка никак от телефона не отвлекнет. Никит, кладитель и фан, кушай. У меня здесь соевый соус, чеснок гранулированный и приправы. Всё это смешиваю хорошо. А ещё посолил я тоже хорошо. Вот такая вот вкуснятина будет. Чего ты хочешь показать? О, смотри, красотища. Красотища, конечно. А где красотища? Лапка, привет. О, смотри. Это я уже показала ступенечки. Если он уже на самокате выходил, я показала. Очень красиво уложим. В общем, Серёжка тут сделал порядок. Вот, положил туда велосипеды, коляску, он самокат. Коляску надо, кстати, нам, наверное, продать или отдать. Или куда-нибудь... А, Вики может пристроиться. Потому что мы пока не планируем детей. Одноухая собака. Сергей сейчас поедет за детьми в детский сад. Я сегодня не пойду. Я посылку упаковал. Хочу, чтобы он отправил. Но дело в том, что у меня адреса нет. Я никак не могу дозвониться до человека, чтобы адрес мне сказали. Лавку сделал. Вот это да. Гляньте. Сергей сделал лавку за сегодня. Ништяк? Цвет, конечно, у неё такой странный. Но ништяк. Очень подходит к нашей веранде. По цвету. Такой же цвет. Да вообще. Красота, Серёж. А где ты доски взял? Блюда. Ну, всё у тебя есть. А где основу для лавки взял? Папа привёз. Папа привёз? С дачи. С младелкина. Ну, прикольная лавка. Ну, она, конечно, жёлтая бабла. И симпатичная. Ну, и чёрная тоже пойдёт. А чё она с батутом? Чё она отваливается? Это надо привязать. Симпатичная. Молодец. К вечеру, гляньте, похолодало. Я вышел в футболке. Уже прохладно. Вот здесь столик поставим. Когда? Зачем? Ну, прошло бы будем жарить. В следующий раз так сядем. Здесь столик. И так будет сесть. А то на земле сидели. Но мы не на земле, а на бордюре прожил. Раз сидели. Было уютно зато. Вот. Пенёчки, я смотрю, ровненько пододвинул. Мангал сделал. Мангал сделал. Отлично. Очень классный мангал. Мангал. Нормально? Нормально. Ну, главное, что ты потихоньку расчистил. Да. Вот расчистил, это сразу в глаза бросается. То, что чистенько становится. У нас, кстати, вот, представляете, виноград ещё вот тут растёт. Мы его не видели, а потом раскопали среди сорняков. Виноград вот и растёт. Правда, неизвестно, какой он. Ну, ничего, может, в следующем году вырастет. Сравнять надо уровень земли. Землю нам надо закупать. Серёж, а ты не знаешь, когда надо закупать? Осенью или весной? Завозить. Там вроде как зима должна перележать или что-то такое. Мишуль! Слепый жиль! Кто пришёл? Мишулькин и Стёпочка. Стёпка, что? Никита! Откуда? Я их взял. Вот этих, вот, куда я вернула. Сейчас, увидел, как они ещё у меня одеваются. Я бы обрадила, что, блин, и вот этих выбрал. А вот этих я ношу. Мишу, каждый день. Вот этого я жёного ношу в группе, а этого, да, одевали. В общем, Миша каждый день раздают крепышей. Просто из коробочки открытых. Воспитательница им раздаёт. Не знаю уж, откуда она их берёт. Но, видно, другим детям особо не надо. Поэтому Миша с удовольствием берёт побольше. Не плакал? Это хорошо, Стёп. Молодец. Никитка тут опять раскладывает игру. Миш, давай мы тебя научим в эту игру играть. Будешь с нами? Почему? Она очень интересная, Миша. Ты будешь, Стёп? Я, значит, сейчас влог выкладываю на канал. А Никита мне, мам, пошли, мам, пойдём, мам, пойдём. В общем, ой, Стёп, вот это ты-то сделал. Домик себе. Стёп и домик за веревочками. Никит, ты сделал? Для Стёп, что ли? Да. В общем, Никита меня зовёт-зовёт играть опять в игру. Куда меня тянешь? А это кто такой у тебя тут? Понятно. Мама, мам, это твоё? Это пауз. Никита, в общем, уже разложил. Чем у нас день начался, тем и заканчивается. Очень понравилось. Ему это игра «Кубички» называется. Ударение на «и». Птички-кубички. Я посделал тебе птичку. Птичка висит, да? Понятно, Стёп. Похопу себе. Всё, в общем, будем играть. Мы, кстати, новое правило вчера узнали. Я его как-то упустила. Оказывается, если у игрока какого-то в руке не осталось карт совсем, то все игроки должны сбросить свои карты в биту. Представляешь, так что если по две карты из своей колоды взять, новые, вот так. Так что не копи свои эти карты. Я хочу, я раскладываю, я хожу. Ходи. Кот такой важный сел спиной, типа, я тут вообще не участвую. Есть, готовится. А есть ждёт? Готовится. Готовится кушать. Вот, я сюда кладу две ары. А забираю отсюда. Папа опять сделал всех. Сергей опять всех сделал. Папа ни разу не проиграл эту игру. А я ни разу не выиграла. Даже когда с Никитой играл, я ничего ни разу не выиграла. Наверное, поэтому эта игра так Никите нравится, потому что всегда выигрывает. Ну, игра на везение. На везение. Мне просто не везёт, да, последние два дня, что ли? Мам, мёд. В общем, прикольная игра. Хочется выиграть, но что-то мне не везёт. Мам, мёд. Мёд тебе дать? Мёд. Мёд? Ты молоко, что ли, попил уже? А теперь мёд? Так, у нас курочка замариновалась, и Сергей теперь её тестом оборачивает. Я попросила Сергея, потому что у него лучше это получается делать. Да? Да. У меня как-то с пробелами и не так красиво на них выходят. А у тебя там ровненько, всегда так аккуратненько. И быстренько, что самое главное. Вот такая вот у нас вкуснятинка получилась. Нипитка кушает. Это у нас поздний ужин, потому что ужин у нас уже был, а это просто закуска к ужину. У меня даже обед не было. Как не было. А кто вареники ел с картошкой и огурцами? Это был обед. А завтрака точно не было. А завтрака? Аж Голь, ты не ел, что ли? А на завтрак хлопки с молоком ел и шарики. Ты целый день ешь. Завтрака горит не было. Ни-и-и. Ни-и. 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 Субтитры создавал DimaTorzok